Друзья, рада вас видеть в этом ролике, и сегодня мы будем смотреть 10 песен популярных, простых, красивых, новогодних песен, которые можно выучить буквально за месяц уже время, да? Нужно, всем хочется сесть возле елочки и сыграть какое-нибудь красивое произведение, поэтому ссылки на бесплатные ноты, ноты бесплатно, оставляю внизу. Я буду очень благодарна, если вы поставите лайк и подпишитесь, потому что я скрупулезно собирала все эти нотки, и честно скажу, это далось мне нелегко, но давайте так, посмотрим все эти произведения, как они звучат, я вам их поиграю, и могу сказать пару комментариев, поэтому все ссылки, так сказать, тайм-коды будут внизу. Так, ну что, первая песня. Что по поводу этой песни, я играла ее без педали, тут, кстати, выставлены все пальчики, да, вот можете посмотреть. Очень удобная песня, две первых строчки повторяются два раза, потому что у нас стоит вот такая вот интересненькая штучка, да, знак репризы. Вот, очень простая, я думаю, что вы с ней справитесь. Я бы советовала разбирать, если вы прям новичок, разбирать сразу же две руки, потому что когда вы разбираете каждую руку отдельно, потом очень сложно вашему мозгу это все соединить. Дальше, что тут еще интересного, то, что здесь, к сожалению, не выставлены штрихи легато, стаккато, поэтому вам нужно будет самостоятельно на слух подумать, как вы хотите, чтобы она была более плавной, или она была такая более задорной, либо как-то скомбинировать. Но это уже на вашем... Субтитры сделал DimaTorzok Так, я перепугалась, что у меня не влезает нотка до, нотка до влетла, все как надо. Значит, смотрите, что хочется здесь сказать. Если вам хотите что-то более подробное посмотреть, ставьте видео на замедленное, да, в ютубе есть такая фишка, что можно поставить, замедленное посмотреть. Очень красивая, очень мягкая песня. Я не знаю, что про нее еще сказать. Я думаю, что она для начинающих, для человека, который играет в месяц 3-4, она будет как раз то, что надо. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, это моя обработка для моих учеников, поэтому тут все проставлено. Пальчики, крещендо, диминуэндо, ретенута, да, вот тут в самом конце замедления, вот тут в конце замедления, поэтому ее довольно-таки удобно играть. Все лежит под пальчиками, для меня очень важно. Я ноты очень мало пишу, очень редко, часто для своих учеников, потому что они хотят что-то простое играть. И для меня очень важно, чтобы музыка была удобная и чтобы она была узнаваемая, да, то есть чтобы даже для... Часто начинающие, когда играют, они выбирают песни, понятно, что они простые, но они такие неинтересные, такие неэмоциональные, такие некрасивые. И потом они бросают, потому что хочется, несмотря на то, что это с нуля, всегда играть классные песни, правда? Вот поэтому я всегда своим ученикам ищу что-то такое классное, чтобы они не сливались, чтобы была мотивация. Короче, люблю всех своих учеников и ставлю им большое сердечко. Ну что, отпусти и забудь, да, что я буду чередовать славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, тут приятно то, что у нас подписаны ноты, ой, не ноты, а текст, да, то есть если вы немножечко путаетесь, то текст нам поможет в том, чтобы сразу же видеть ноты и понимать ритм. Это такой лайфхак, когда вы играете песни. Часто в песнях очень странная пульсация, вот допустим, пейте... Сколько раз эту нотку ля надо играть? И вот тогда, в принципе, можно подписывать слова на текст, чтобы нам немножечко опираться на текст и нам было легче. Вот. Ну что, смотрим дальше. Кстати, напишите, какая вам песня больше всего нравится. Ага. Ага. Я тут не посмотрела. А, с обратной стороны другая песня. Чуть бы не ушла. Хорошо, дальше. Следующая песня. Я даже не знаю, как она читается, поэтому, чтобы не позорить свою учительницу английского, я лучше не буду это читать. Тут она довольно-таки в живом темпе звучит. Я ее сыграю так, в среднем. Если вы хотите, будете ее разбирать, тоже можете поставить на замедленное воспроизведение и посмотреть. Но, конечно же, я вам всем рекомендую лучше скачать нотки по ссылке внизу и самостоятельно это все как бы разбирать. Я играю вам не для того, чтобы вы смотрели, как я нажимаю ноты, а для того, чтобы вы послушали, как звучит эта конкретная обработка и могли бы играть в удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok Так, тут с ритмом. Тут, да, вопросы сразу же к ритму, и если вы такой человек, больше любите мелодизм, такое, что-то очень такое мягкое, спокойное, то, с одной стороны, вам будет, возможно, немножечко сложно вот в этом въехать в ритм, а с другой стороны, возьмите ее для эксперимента, чтобы проработать себе вот эту вот ритмическую составляющую. Та-рам-па-па-па-па-па. Я ее еще играла так более спокойно, можно еще быстрее. Я думаю, возможно, если вам комфортно, можно сыграть и в таком темпе. Короче, очень классная песня, очень такая активная. И я думаю, под Новый год, под елочку вообще будет супер. Хорошо, давайте дальше. О, самая моя красота. Это хит среди моих учеников и среди меня. Я тоже очень люблю эту песню. Та-рам-па-па-па-па-па-па. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, мне кажется, у меня не влезла верхняя нотка 7-бемоль, да? Вот если вы будете играть, то последняя вот эта вот 7-бемоль, это самая-самая верхняя нота на клавиатуре, которая только может быть. Да, 7-бемоль, сразу вам рассказываю. Хорошо, что-то прекрасного. Плюсы, плюсы то, что простая левая рука. Единственный минус, вот пока я играла, я поняла, что это третья строчка. Раз, два, три. Третья строчка, вот левая рука. Вот когда мы играем, вот. Вот даже мне было как-то не особо комфортно вот этот, чтобы это сыграть не квакаючи. А так все в основном очень довольно-таки приятно, очень удобно, и никаких таких сложностей у меня не возникало, пока я играла. Дорогие, у меня села батарейка. Я об этом заметила, как всегда, в последний момент. Поэтому вторую часть я перезапишу для вас специально. Ну, поэтому подписывайтесь на мой канал, так что оно скоро выйдет. Подписывайтесь на мой инстаграм, и у меня также есть телеграм с много чем... Там много чего полезного. Так что все, жду вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok